всем привет сегодня в гостях александр пряников телеведущий и главное путешественник и главная путешественник и очень веселый человек да готов доказать сегодня будем готовить будем мы сегодня готовить немного предыстории когда мне позвонили и сказали приходи приготовим что-нибудь нужен суп я думаю лето горячий суп отметается само собой я конечно хотел предложить приготовить я точно сообщил линейки летних супов есть наш там раскрученные ну ты нам лучше не знаешь если вот фу ну например там фубу ну из на каждом углу уже готовят фубу есть том-ям который тоже на каждом углу можно попробовать но например там из наступает лето в ресторанах не отбиться от гаспачо лишь куда не придешь то господи такой господи такой свекольники тоже готовят которые в общем упс сейчас спойлер был еще на мой взгляд очень недооцененный суп ну вот такой в массовом производстве это корейский кукси но мы вы с тобой замучились готовить потому что он готовится полдня поэтому я подумал из тех супов чтобы неординарный и легкий и популярный и в том числе сейчас зрители увидят и у них слюнки потекут это качество холодный еще его называть литовский свекольник вот что я тебе предложу сегодня ничего приготовить значит если уж я выступил на центр свекольника то ввиду зрителей в курс дела с холодный свекольник готовится ну так по сравнению с другими супами чрезвычайно просто как мне кажется мне кажется проще окрошки хотя потому что меньше ингредиентов резать значит разные рецепты до подразумевают разные способы обработки свеклы мы чтобы закрыть все эти темы решили сюда и чтобы например испытать такое ну во первых у нас достаточно оборудование у нас есть время и желание мы решили купить все виды в смысле приготовить все рекомендованные для свекольника виды свеклы чтобы смешать их в одном свекольнике посмотреть что за это получится для этого запеченная за для этого мышечки у нас пока волна для этого запечу значит используя в принципе я еще и борщ там не дурак приготовить я всегда мне нравится рецепт там 10 около пекут никак не кажется от этого не остановится более мужской такой более концентрированный вкус именно запеченной свеклы я так понимаю мы уже заранее запекли ты приготовил и охладили вот именно что запекать запекать свеклу может как это можно и зайцы научить курить и запекать свеклу можно научить вообще который никогда в жизни готовил для этого надо завернуть фольгу поместить духовку на 200 но она серьезно там температура и она там пропекается вода из него парится а сам свекольный дух в ней сгущается то есть мы не теряем свекольные соки в воду в тот момент когда мы например скажем так варен свеклу запекли но вареная свекла у нас тоже есть правильно вот вот и вот еще одна печенька и большинка это на красный ярче вкус совершенно по-другому пахнет я вот эту вот давай давай ставлю говори говори как есть так чтобы используйте всегда отдельно доску для свеклы пластиковую я вот у меня есть желтая прямо четко алексей когда ты будешь вести кулинарное шоу я так понимаю тебе это нравится остаток своей жизни как ведущий викторины по русскому языку на телеканале культуру ответственно заявляю свекла не свекла 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 запомни раз навсегда и если еще что-то будешь говорить не грамм а граммов все граммов висели все на присутствует она меня будет подергивать обратно граммов свекла и и и кулинарии бурак или буряк это уже другой чтобы тот который заменит сразу быстренько рассоскочит так запеченная свекла вареная свекла и еще маринованные все консервировано консервированные маринованные там чуть-чуть с я так понимаю специи уксус какие-то консерванты применяются это вот то что литовский борщ делает литовским как мне кажется в литвее я был много раз и там конечно это блюдо номер один летом что дальше натираем на вы натирать вот это все и печеную и вареную натираем на терке а ты будешь я тогда буду резать огурцы безусловно таким же примерно кубиком как мы режем как нарезано уже маринован маринованная маринованная свекла свекла вот потому что в таких ковец всей стране мозги запутал одновременно и одновременно тут раз узнать со своим гениальным спектаклем филоса запарить то есть как мне кажется в свекольнике уважаемые друзья даже исходя из его названия главное это в общем не жалеть свеклы свекольник в общем а да между прочим свекольник вот тут надо уже тут надо уже покопаться в русских словах чем свекольник то дать и свекла хорошие повод для запросов соответствующую комиссию совет федерации вот и пусть соберут специальное заседание так что вот искать когда готовят холодной супы там или ту же окрошку понимаешь и вообще любой суп в котором мало гуще мне кажется как сразу станет скучно его есть хотя есть случаи в жизни когда могут быть скажем супы с минимум гуще они наоборот носят целебный характер скажем куриный бульон до когда-то вот полеешь нам все ну да я я не могу у нас такие супы что мы ели поварешки вообще конкретно и потом такие супы как свекольники они улетают в большом счету господи есть еще правильная крошка приготовленная вот такие супы улетают мне кажется он за вечер почему потому что ну на мой взгляд когда ты ешь вот такой холодный суп витаминный то ты ну во первых в чём же этот момент ешь и просто испытываешь удовольствие то что ты ешь все же мы испытываем а дальше мы не вкусные 2 перед перед собственным организмом как бы у тебя совесть чисто то есть ты понимаешь что ты потребляешь нужно честный продукт ну то есть чего я свою виду мысли одно дезазначном вечером причем съесть чем съездим о макароны по-флотски вот начинаешь любить бог и думаешь господи что же я своим организмом делают макароны вечером а другое дело когда свекольник с той же самой целью я же думаю что вы отлично организм только разуется от такого в общем вкусного сочетания ты хотел спросить все про советы так как общем процесс какой экзотический суп путешествие вот возвращаюсь к одному из своих так что есть книги к одному из своих как своему самому практически любимую сумму или корейский суп кукси чтоб сейчас у зрителей не возникло когнитивного диссонанса то есть готовим там свекольник а говорим про кукси вот ну то есть есть же такое такое понятие на кулинарный тренд кто-то привезет какой-нибудь продукт и давай его стиражировать уже всем кому не лень его готовится время суши были понимаешь помнишь на достаточно элитным болливудом ну как это суши там приготовить и поесть нужно идти в специальный дорогой ресторан потом они стали на каждом углу сейчас уже даже доставка пишет там шашлыки хинкали суши то есть уже в тираж понятно что уже в общем все готовьтесь ко мне лень то же самое случилось там супа фобо кто-то значит как комментируем сейчас выкладываем натертую свеклу натертую свеклу и начинаем добавлять правильно витаминную бомбу готовить там если любят обычно там какие-нибудь повара приходите здесь присутствуют витамины группы я предпочитаю действовать широким мазком здесь присутствуют витамины самостоятельно с чистым вкусном своем виде так я продолжаю натирать печеную морковку и рассказывать про кубинарные тренды вот на мой взгляд вчера кстати я встал вчера мы гуляли с алисии по городу и зашли на центральный рынок и она взяла суши кстати а я взял корейский с морепродуктами но они наверное не кукси корейский они рядом стояли японские корейские я взял корейский суп и корейские суши она взяла японский то есть мы вчера как раз это вечером в общем рыбный вечером да у нас был вот и то есть возвращать нам начну вот футбол теперь у нас к всю зиму на каждом шагу том-ям то есть теперь выучили все что вот это такие некие экзотические супы но как мне кажется уже скоро в общем первые два эти супа уже как ну чаще чем больше станут готовить не все время думаю почему же кукси обходит стороной потому что этот суп по большому счету можно готов он он естся как холодным так и горячим в отличие от скажем того же футбола потом горячим и том-ям который тоже только горячим я вообще до сих пор не понимаю почему вот этот суп не так раскручен как предыдущие два готовится он адски сложно то есть там надо там порядка 60 ингредиентов какие-то какие-то приправы вот без которых не получится вот того самого вкуса бульона балансы между кислым сладкими и кислым да там и ну соленая потому что там соевый соус вот этот уксус сахара соленый соус соевый соус то есть потому как они смешаны в куксе на самом деле потому что он дальше идет лапша вареное мясо какие-то значит вечные там корнеплоды какие-то стрижены на мелко нарезанная зелень как правило и все это перемешивается вот таких больших я вам сейчас прям рассказами вот здесь вкусно в таких больших железных мисках то есть тебе накладывают ну знаешь такой субконструктор елку миссиками там уже я все это расскажу я в корее еще пока не был поэтому я люблю раз как бы разуждать не потому что ел в столовой за углом а у носителя то есть то что я боя бы снова едем мы его воспроизвели воспроизвели тоже и я не такой да вот это вот штука четко высший высший класс конечно куксе можно по и у нас москве по большому счету ну и ногами северной южной кореи знаешь а сейчас его уже разрушили в гостинице орленов свое время был там на втором на третьем этаже закутках корейский ресторан куда приходили прям корейцы то есть не он даст он был настолько значит ну не туристическим то есть на что ты понимаешь профессиональный путешественник есть конечно рестораны которые как бы косят под то что они не туристические на самом деле этот настоящий вот 0 рекламы надо было подниматься там каким-то гостиничным коридором такое пространство было достаточно значнее ну такой может подписчики нам подскажут если есть знаете где может в москве или в цифру есть 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 и еще по поводу куксе есть такая тема что город но более вкусный он как бы получается у тех корейцев которые в общем-то живут в россии ну те которые больше северная корея у них на только хотя в самой наверно северной кореи там готовить приведение ничего того не хочет он не сильно не сильно хорошо с едой но традиционно готовили вот я слышал такую тему хотя по большому счету как бы ну ну корейцы и корейцы понимаешь в общем-то тут кукси там кукси в москве его можно попробовать как только его вопрос что поймешь сразу что вот она ну как мне кажется вместо такой суп коммерческая бомба что еще раз он может быть холодным и может быть горячим буя без ты холодным не поешь ну да окрошка тоже на только холодная вот а это вот такой пластичный суп вот а конечно южную корею ехать любителям кулинарии на чушь там где-то по ручке все встаем в план куксе ребята это я значит запеченную свеклу туда поместил а это уже маринованная так значит запеченная маринованная последняя давай уже для украшения кстати оставить думаешь нож про или колечками так ну или как пластушинками порежем и на сметанку можно плюхнуть так ну поддерживаю предыдущего оратора это внедряем сюда в чистом виде это у нас маринованная свеколка не так много уксуса нормально нормально но мы еще лимончик чтобы добавим а да я совсем забыл зелень хлеб три вида свеклы огурцы яйца как обязательные ингредиенты для нашего свекольника значит возьмем зеленый горошек чуть-чуть ложку сметаны не испортит нам по вкусу острый перец чуть-чуть чеснока я думаю и лимон это все произвольно по вкусу рубим я вот так их даже часы их вымыли сначала чтобы мелко я их люблю почистить а потом вымыть чтобы не вижу невидимые да да невидимые вот эти вот обратной стороной повернувшиеся эти скорлупа ну как-то слушай ищи положить давай давай я тогда на свой резина я тут проявил смелость виши это нормально нормально вот а конечно ты вспомнил суп буябес у меня прям сразу конечно слюнки это же марсельский суп но по большому счету он готовится чего уж там говорить то по по всему вообще во всей во всей франции как мне казалось всегда буябес суп рыбака ну то есть поймал туда его там какие-то там томатные я владеешь добавлять но там томаты сельдерей картошечка в северных регионах добавляется и мы делали его из окуня морского судака горбушу уже по-русски по-русски решили внедрить так ну продолжаем эту вещевую процедуру знакомую каждому перед обычно перед новым годом вот это хотя кому и рассказывать что перед новым годом уже мне кажется салата оливье уже никто не делает всех заказ нужно там нарубить и вот это все к супам возвращайся вот вот и меня в общем заинтриговался из вот желанием собрать все супы мира грубо говоря энциклопедию и вырастим книгу кстати с участием александр александр у нас первый гость который в студии в московской студии можно сказать александр первый уже накладывает тогда надо еще слушай мне еще вспомнился значит из супов обязательно обратить внимание на суп и гулеши конечно для его жена на ехать ну венгрии мы сделали 1 1 до 1 их много поэтому тут есть три-четыре можно воспроизвести но один уже сделали он сейчас уже набираю стремительно оборот а вот бьет бургунь может мясо по-бургундски считаться супом учитывая что я тоже знаю очень интересный рецепт когда он сначала пойдешь мясо маринуешь его потом в этом же маринаде достаешь начать протушить вином занимаешь нам разбитый ставишь на сутки в холодильник она у тебя значит томится и потом ты в этих достаешь и вот в этом же маринаде начинаешь суп варить вот такой рецепт я даже делал мясо получается чрезвычайно что мы ценим обычно что 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 перец нормально я выкинул зернышки но там еще есть радость вот так они сильно но она когда будет в ложку попадаться прямо будет освежать теперь чеснок римские вот программу кстати посмотрите программу я внизу сделаем в описании ребята поставят ссылки на программы вот индекс борща это конечно весь я когда смотрю программы я думаю вот это рассказывай да как это пришло пришло это пришло это ну сейчас пишет очевидно такая на поверхности у да нет а ваше есть индекс хеннекен есть индекс бургер вот с этого индекса бургер то есть я тебе могу сказать значит когда у меня может там четыре года снимали эту программу и руководство говорит нам нужно в общем ты я сам понимаю что нужен был какой-то универсальный способ измерить измерить вообще стоимость общих продуктов на том одном рынке понятно что гадалки не ходи и мне уже там тоже в комментариях набросали по во-первых я никогда не утверждал что мы это придумали во-вторых значит я всегда грудан был то есть мне всегда нравился индекс бикмака да для тех кто в общем ну кому лень гуглить еще раз давайте расскажем бикмак то есть по стоимости бикмака определяется средняя стоимость самых ходовых продуктов бикмак это мясо туда входит собственно хлеб а хлеб это тоже пшеница то есть там злаки плюс значит овощи там помидоры огурец вот это все плюс соусы которые тоже там взгнул такие сложно составные то есть некий общий знаменатель возрасте знаменатель стоимость математическим языком в той или иной стране понятно что с бикмаком ну в общем он уже есть мы придумали индекс борща тут я тоже могу успокоить наших украинских соседей которыми тоже стали писать и я потом загуглил у них там этот индекс борща кто-то уже где-то придумал ну ребят извините знаете кто-то уже где-то что-то придумал не вопрос я пока не слышал о том чтобы он нашел в каком-то телешоу использовался и борщ в этом смысле он куда более более куда более показательный продукт потому что туда входит больше продуктов чем в этот бикмак тем более это международное уже блюдо если даже самые представители украины ну да это вообще славянское конечно конечно это уже начинается перетягивание ну весело за ним наблюдать страны на самом деле поднимают рейтинг своими комментариями когда он сказал у меня программе борщ украинский сказал еще такой рейтинг самый рейтинговый выпуск потому что половину комментариев надо говорить украинский ну там люди слушаю у них они вот сидят и ревностно относятся и вопрос их прав там же еще есть такая вещь как нематериальное наследие юнеско которая стала фиксировать вот такие вещи там откуда хинкали произошли откуда там то или иное блюдо и там просто начинается уже не кислые такие идеологические войны между государствами там за право именоваться родиной до умы там у них просто ну а также страны еще у которых сегодня все в порядке между собой и там и едят поэтому это казалось такое ну легкая затея там давайте вот определим какая страна какой стране отнести то или иное блюдо выяснилось что можно начать семинария закончить серьезным политическим конфликтом что в общем не на руку в таком деле вот и поэтому когда мы сами стали уже вот этот применять индекс борща а каждый раз у нас мой ну автор так сказать ходил и приходилось закупать эти продукты торговцы на рынке отказывались как ну ты подойдешь там сколько помидор сколько огурец нужно было они там еще ну может был поторговаться на прикрыл всегда покупать этот набор и вот пару раз ну вот набор на у нас там съемочная группа 6 человек но купили набор на борщину что у него смотреть что ли мы там по раз договаривались с ресторанами в гостинице и мы просто стали готовить борщ два раза мы это сняли потом руководство бы типа перестаньте снимать уж не не хочет смотреть на в итоге получаешь его по разным странам есть и только больше ездить и больше новым посчитать так можно 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 но во первых нам нужно будет для картинки снять как мы все это ходим покупаем вот как я тоже предлагаю уже когда знаешь там это одно одно дело когда люди которые не кулинарные вообще не не такие как мы культ профессиональные путешественники телевизионных которым себя конечно завидуют то что все пишут быть какая-то работа я работа чё же там проще и ездить по разным странам там есть все подряд ну секундочку со стороны конечно она действительно выглядит гораздо более веселой эта работа чем скажем водитель троллейбуса который каждый день при своем уважении ездит потом этот маршруту и какие там события кроме заблокированных путей нерадивыми автомобилистами вот тут все таки да но с другой стороны просто помню этот случай когда нам там снимаем время вот в том самом а ты же когда приезжаешь снимать что-то тоже не селишься как туристы в центре в центре города камер на испанский площадь тысячи на крайне потому что продюсер считает деньги живешь в таких в общем в спальных районах ешь местную кстати еду это приноровился очень хороший там действительно не кулинария лучше развитых магазинах опять же вот как бизнесмена у нас не встречал то есть есть у нас холодные шкафы в которых там разные заморозки а там я встретил именно горячие шкафы то что то есть не не как у нас значит какие-то витринки такие где вроде курицу пожарили но там лежит под лампой сохнет а это прям шкаф в которых они стоят и томятся в таких бумажных ты там можешь купить весь вот этот там брискет весь вот этот слоу-энд-лоу кукинг просто курица какая там просто стоит ты прям берешь на еще горочка бутылку бы есть способа не помню но такие горячий шкафах но берешь просто такую курочку берешь бутылочку вина а то и две-три за доллар полтора вот этого все которое у нас вообще такой же даже вкуса не найти и все вечером ужинаешь и потом уже сидим выпиваем едим там часов 8 вечера стоп мотор и уже такие быстрее мысли о том чтобы закончить ужин и пойти спать я с другой стороны говорю мы же ребята время вот же рядом вот это все почему у нас не возникает мысли пойдем погуляем посмотрим по этой пропиции испании да потому что ты 8 утрате идти опять это то есть не стоит пут туризм с миграцией очень больше действительно очень сложная работа которая ну то есть она приносит вот прям такой радости восторг там только не знаю первый год а второй тоже превращается действительно в очень много сложных вещей нужно делать я тоже самое италии долгу работы был там два месяца в милане переезжал и сначала ты тоже в восторге в восторге в восторге такой через две-три недели примерно уже уходишь также на трамвай садишь все анна врачи тоже самый кофе сел на трамвай поехал и так ну потихонечку потихонечку начинаешь понимать что ты вроде надо не вокруг мир себя менять а надо себя менять первую очередь свое отношение потому что от себя как вот в афоне да куда бежим-то не убежишь хоть ты улыбайся хоть как делай надо надо менять в себе мир и то же самое поэтому кто-то думает действительно что это вот такая вот легкая история она у людей есть директора и начинается все все вот это слушаю там ну ладно там европу то когда дело касается вы не должны там часть телезрители подумают стоят значит и жалуются на жизнь сейчас говорю даже для того чтобы ну там возьмите попробуйте там при его просто организуйте поедете в чужую страну я помню просто свой первый выезд когда моя планета к все приятно что-то утвердили все видим сейчас в афины рынок вот и начнем как все снимать я думаю ура ура все едем в афины отлично мне у меня значит там ключевые слова афины греция думаю сейчас солнце приезжает все приехали потом прошли прошел день и утром это прям был самый мой первый съемочный день вдруг я прихожу в себя и понимаю что мне нацепили петлю и понимаю что я стою на рынке вместе куда я пока не начал снимать мировой рынке ну заходил с крайне неохотно там раз может полгода если нужно купить особенно то что вообще такой ну городской человек не вот сюда тут не нравилось то есть наоборот кстати умеет потом это кстати тоже не стал нравится когда мне все нравилось вот стоит продукт вот его цена да то есть и на уважающих себя рынках там то есть понятно что чем восточнее тем реже ты значит цену увидишь у продукты там все зависит от того что надо полдня провести от 50 рублей 10 рублей 50 рублей да не надо мне помидор надо купить хорошие разговаривать но я даже получаю удовольствие не этим живут а мы уже с другим сознанием приезжаем и думаем господи это мы смыть это тоже исследует и сознание городского человека что чем меньше вот ну и как это чем меньше у тебя общение с людьми тут в городе жить там вот вчера еще продавец сидел за ним же автомат стоит правильно сегодня там там нашла бомбе стал человек сейчас ужас там кнопка все все меньше и меньше людей становится как у тебя уже магазина в китае есть которые вообще не продавцов ничего не касс просто лицо показываешь чпунь я расплачиваешь тоже собственно лицом своем а еще есть такая вещь как разочарование ожидания и реальность и я и я всегда говорю что вот я попадал так что вот приезжаешь и и руки отпускаются думать да господи что же я приехал столько мне сказок на рассказывали вот это все я насмотрелся и вроде бы картинок красивых и даже видео посмотрел а ожидаешь на десятку получаешь 3 а иногда бывает радости просто мимо на машине по европе мы съездили раздумаем заедем вот город аламоус там чехи и удивляешься думаешь вот это да там краешком ехать то же самое сборно ночевали но скажем так особого не печали не впечатлились а поехали из бурно чуть-чуть отъехали аламоут заехали думаю ну просто уж и там такая вещь там чумная колонна которая в юнеско занесена такой центр потрясающий и вот эти вещи они конечно они они в смысле работают действует они по не прямо в это нужно всегда на это нужно как это у меня как с целой страной было тоже у нас когда с бельгии с бельгии короче все мы всегда у нас ну когда когда еще доллар был по 30 путешествия путешествовали чаще чем сегодня я хуй и охотник да и вообще как-то все было более прославлено в этом смысле так зеленушку то есть мы в принципе все полезно сейчас это закончить историю вот мы всегда был один тот же маршрут приезжаешь берлин берешь в рентакаре лучшие рентакар машины вообще и получше в мире дорогам картерапия там но спид лимит ну не везде где вот это всеми руками 220 вот это вот значит а это обычно дорога из мы ехали и значит из берлина в амстердам по понятным причинам заезжали и из амстердама париж и по дороге из амстердама в париж обычно бельгия то есть такой раз заезжаешь там где 10 минут по бельгии держись берлина во францию в лион тоже бери бельгии да да думаю хватаешь но чуть-чуть вот мы все время ездили значит типа все берлине были тут были париж 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 бельгия ну ладно потом и вдруг какой-то момент там значит города был один херон а второй как ащуи городе херон праздновать и он так как написано на на самом деле какой-то это же нидерландцы и вдруг нам но заедем и ну конечно с тех пор уже миллиард раз был в бельгии и когда ты понимаешь что тут страна который ты все время за 10 проскакивать и вдруг пламенеющая готика гент брюге брюссель в генте был тоже заезжал тоже вот и брюссель тоже сказка я пролетал я прилетал из кельна ехал в на север франции как раз вот бб сделал по этим снимал по по воспоминаниям вот северо-франции флора там он прямо сейчас попал мы короче приезжает нашему другу сельвана в париж значит живем парижанин в парижской квартире в седьмом арендисмане прям центре города что большая редкость нас познакомили да мой брат двоюродный снимал когда-то с позднор мурганта в шоу ездила в париж не познакомились а он там и вдруг мы смотрим значит оказываемся в парижане на в его парижской квартире вот и он он там за все работает у него к серьезно работа все ну париж может походили походили уже на острове сит и вино попили вечером это абсолютная такая причащение к париже вот на 1 тостов выйдет на на набережной сидят все есть почему-то картонных пакетов будет вино вообще парижане даже в уснет как раз вот на это с народ народа вот 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 и значит и на следующее утро он ушел на работу мы говорим сила чтобы нам еще посмотреть ты пока лица у нас машина удержать его флор и ушел мы такие у флора флор начинает забивать в этот он в этот навигатор а тогда в машине были он флор не дает уланы хубер флор короче ну полчаса там сильван ради бога как он флор пишется и выяснилось что он пишется вот не вот ровно не да 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 надо было дувиль набрать ну да вильтро вилле да это рядом потом уже стали умные конечно поехали флор там до вильтро визуру да 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 то отличные места конечно ну вот этот флор пол и потом скажу что он пишет я приехал на машине туда в пол первого я думаю сейчас вот я пойду отель искать пока туда-сюда думаю раскладываю сиденье у меня спальник машине у меня мелко мы большая раз разложил думаю сейчас пойду погуляли два часа три часа гулял спокойно все по ночному вообще такая класс сказка люди уже досиживают в ресторанах это где-то конец марта был сказка просто но это же музей это же это же цитадель и прощание это же вообще да это сказка так паузу сделаем сериал рекламу заставочку мы сейчас вы моем здесь доски наши и будем уже к финальной закладочками ну и теперь нам осталось ввести ввести туда собственно превратить на кефир так что значит давайте ты как хозяин как в этом в операции о какой густой хороший по ошибке мне написали что купить программе написали кефир 12 процентный я думаю вообще литовский кефир он там есть такой прям от очень жирной сливка кефирю что делать бомбер ну если что салат так чертой обе да обе обе давай так теперь надо все это перемешать так в ввели туда кефир дальше конечно же в этот кефир давай смотрим смотрим и вот пошел цвет сейчас пошла нас . я на руку да я напомню что у нас есть свекла которую мы свекла 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 вперед не поймает свекла так сейчас он конечно густоват густоват но мы введем туда минеральные водички он сразу приобретет воздушность и станет пощипывать язык от газиков которые в воде прямо вот до грузинской да да обожжеми она же она же еще и солененькой как на все погнали вот он цвет коммерческий пошел ну ну я знаешь когда обычно смотришь на ну кулинарных блогеров чушь там посматриваешь нет нет я значит в какой-то момент когда ты снимаешь шоу нужно сказать если бы знали какой идет запах не вот в любом на любом языке ребята обязательно в какой-то момент что ведь какой идет запах и я понимаю что они почему это вкусно но давайте попробуем теперь описать на счет немножко водички то есть это тот самый вкус друзья мои я наверняка вы но это не первый свекольник который вы видите в своей жизни не наверняка вы ели где-то что-то и пробовали и наверняка этот запах у сейчас с легкостью вспомнить концентрированная свежесть концентрированная свежесть такой запах такой силы и такого позитива исходит разве что от свежестированного белья зимой вот тоже когда заносишь его с господи кому я причесываю но все равно в детстве когда заносит он там замерзнет морозы а вот озон 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 и вот и вот этот и вот этот свекольник в общем вот такой запах распространяется давайте сделаете ребят заставочку сразу снимите есть такая штука есть чеснок можно его можно его для по вкусу есть чеснок мы его по вкусу согласен согласен есть но по вкусу у нас еще он остался правильно мы вводим как бы его в базу то есть в любом случае там он будет не кричать но он будет там присутствовать укроп укропчик обязательно опять же в базовый вкус в воде он добавит этого озона и летнего восторга петрушка вообще никаких возражений зеленый лук зеленый лук да сразу сразу да есть еще такая тема горошек но чуть-чуть делаем каждый может его положить по вкусу опять же вот и здесь значит ну третий ты же слышал про наверняка как опытный кулинар уже слышал же на то есть в чем заключается там в любом блюде должны сочетаться значит четыре вкуса сладкое кислое соленое горькое и плюс еще про умами слышал у маме маме это вот этот вкус на какой-то неопределение определенный короче стирала описуемый тяжело описываемый но то есть этот вкус умами он обычно наши проклятые вот это всеми глутамат натрия но когда у нас значит его начинают шеймить в сетях вообще везде люди которые не до конца понимают откуда звон то по большому счету всем предлагать попробовать эти морские водоросли которые если когда в корее в южности вообще на востоке их очень много прям пласты лежат водоросли который собственно обладает вот этим вкусом умами то есть это такой белок собственного здесь у нас сладкая свекла соленая собственно соль добавляем сейчас мы туда еще добавим лимон потому что без лимона это просто это посчитайте потраченные деньги значит сейчас я его пробовал пока конечно свекла там кричит она как бы немножко сладкая лимона мы сейчас кислом все это уравновесим а вот за вкус умами в данной ситуации будет выступать горошек потому что это же белок растительный а у мяса это как раз вот мясо собственно не растительный белок а горошек растительный они оба белока вот там вот есть вкус вот этого умами и лимончик сейчас боже мой как это прекрасно как это прекрасно мы сделаем сейчас максимальную комплектацию максимально то есть это свекольник максимальной комплектации больше ничего правильно ли мы идем ладно должна быть варёшка для санитарности чуть лимон не кончился лимон лимон этот свекольник кричит добавь мне лимон добавь мне лимон аж вот здесь вот щипец когда ешь я не знаю может это моя может это моя физиологическая особенность когда ты ешь что-то очень вкусное говорит аж за ушами трещите я говорю что аж прям вот тут аж прям щипец лимон вкусно вкусно сразу все то есть как будто в вазон еще добавили еще а что еще можно в вазон добавить еще запах хвои горошек горошек соль там как вот у меня все супы и соль соли там нет категорически соль еще лёд из минералки сделали лёд но он так вот эти у меня все супы обычные заканчиваются они получаются такие густые ну то есть он должен быть льдом нормально так пробуем себе еще немножко добавлю чесночка триндец у меня слезы пошли то что во первых новый свекольник потрясающе готовит моя мама и и когда я конечно не ем хороший свекольник переношусь душой в детство это дополнительная опция для меня ты предлагал еще добавить попробовать поэкспериментировать с соком с мороженого это уже пусть на живите или наши подписчики уже решат я не буду сок сок горошка или нет я вот например очень люблю его так пить тоже верно вот он у маме скажи вот он не сладкий такой плотный белковый поэтому его все и выпиваю не доживает никогда потом потом горошек жухнет ну что ремонт весь выдвинул такой кисленький добавил свекла очень получилось насыщенной половинку можно в каждую тарелку кстати я сейчас не могу слепую но тут то же самое что в окрошке тема такая то есть потом догоняем соль потом догоняем уже то есть я в этом пример тоже когда девушка делали туда хрен уже добиваю уже по полной программе ну что пробуем мне нужно описать это хотя о чем я сейчас говорю уже уже все описано я отстаю по ходу я в первый раз в жизни обычно впереди всех пробую а тут я это так ну что только снимай быстрее для 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 заставки тарелочку у нас это получилось на ну как если бы не кулинар нашел да я бы не стал запаривать там три вида свекла надо ну спек сделали замаринал прямо а так как мы запарились вот это все я впервые ем настолько у него плотный свекольный вкус и он очень разнообразный мы делаем эталон у нас программа этого он талон пусть наши подписчики решат они только запарят эту свеклу или только консервированы ли только отварят то есть это это уже их решение можно кстати вместо зеленой зеленушки свекольную ботву сделать тоже порубить его сюда добавить и потом здесь все украсить мелко тоже тоже вариант но так как у нас сейчас весна и свекольные ботвы пока еще нету или она очень дорогая откуда-нибудь из чили можно я попробую я буду пробовать так ну что теперь и теперь моя очередь у нас вообще все получилось причем как обычно семейными дозами меньше мы варим только суп из текера в этом или что-то такое вот это редкая а так в основном 6 литровая и правильно делаете прекрасно слушай а в литве же еще на все прибалтики еще хлеб них особый я специально подбирал такой реально правильно похоже на с минчиком у них суп хлебный есть который я тоже буду но это то что наверно хлебный в отличие от такой он калорийная штука там есть такой несколько рецептов но я тоже пробовал когда обратно не один раз я выезжаю на машине через белоруссию на обратном пути ни с того ни сего мне ставят штамп то есть на полгода не возвращаться то есть не въезжать беларусь почему мне это сделать я понятия не имею до сих пор не понимаю в общем я на машине говорю а как я поеду то они а мне надо ехать как раз вот на этой я еду польша германия выставка франция бельгия потом еду в италию через альпы швейцария в общем у меня там такой тур двенадцать восемьсот получилось они мне говорят типа мало обратно не так ну через украину или из турции через грузию бешеные собаки там лишних три тысячи не криво да и мне я обратно также вот клюшку делаю проезжаю украину украину и белоруссию мимо бреста и прибалтику езжай в каунасе ночую в реке думаю ну что я так пустую что ли я в ригу раз на две ножки же мне неделя прибавилось на потом помахал мимо спасибо мужики открыл для себя прибалтику вот столичка вот на карте эстонии там буквально в шик и выехал как раз псково-печорскую лавру там еще переночевал где уже через твердь все домой так что такая история была путешественники они такие теряются нигде нас невозможно сбить пути нам все равно куда идти вообще ну что у меня подарок у меня подарок не шутишь да родственникам друзьям это пармезан семье это костромской сыр я родом ты из костромы это не показывал я первый раз вижу в смысле так что с ним делать то с такой голове на между прочим на костромском рынке у нас на костромском рынке есть а так ведь это я же между костромой москвой постоянно вот работаю это костромской сыр настоящий сделанный на одной из лучших сырований у нас все сыроварни почти лучше вот смотри как человеку профессионал не люблю называть специалист профессионала специалистами как это разные стадии как профессионалы по рынкам на в костроме сохранились самый большой рынок то есть это гряды по сути дела рынок красные мучные табачные рыбные реставрируется исторически да там огромная площадь как раз товары приходили из волгу по молочной горе поднимались в торговые ряды древние поэтому у нас до сих пор хороший рынок центральный но окна там есть сырная биржа вот на этой сырной бирже этот кусочек сыра куплен поэтому милости просим приедешь я буду рад покажу все все достопримечательности данности пасе в девачу как положено сделаем индекс борща и сварим что если безусловно еще 1 спасибо за приглашение еще я помню мы делали слепую дегустацию сыров какая-то сыроварне муторе из каких-то по-моему костромская какая-то слепая мы приводили иностранцев там итальянцев французов чтобы они отличили где как победил вот наш сыр это причем у нас это документированный секундочку давай смотри вот мы так рады были встречи что вот сейчас прямо нарежем давай потому что у нас тут еще же есть слушай что мне тут я забыли я первый раз вижу целую голову это подарочный вариант а есть еще дегустационный я чего-то тормознул по полной программе сейчас мы успеем ничего если после после холодника то только отлично мне кажется сырик как раз такая как раз такая такой ансамбль вот ты знаешь я не показал черный хлеб вообще в тему зайдет мне показал что как раз вот именно костромской сыр в том виде в котором то есть я могу как в это с уверенностью считать что я ем лучший представитель костромской сыр уже похож на голландский сорта до глазки есть еще элементарь вот это вохамский вохамский российский вохамский сыр завод но я ребятам сказал самый лучший взять этот воскресенский буйский то есть он в основном все все в костромской области до сих пор то есть один сыр завод который мы снимали кстати недавно я был в костроме уже построенный но это года два назад вот это вот уже голландский мантрус они когда мы страдали снимали там и трис и менталь еще два каких-то самый блин заел друзья извините опять же как это у блогеров заведено в комментариях там набросайте и вот они по большому счету из всех сыров очень как раз я еще это программе отмечал что они вот родственны к костромским сырам не знаю мы делали фондю между прочим мы делали фондю три вида фондю грильер и менталь грильер пармезан и грильер костромской сыр если бы я в грильер с костромским фондю с костромским сыром не добавил острого перца которые чуть-чуть сильно добавил я бы дал ему первое место я на полном серьезе говоря фондю лучше был а менталь но пришлось дать менталью потому что мне бы сказали ой да ну подсуживаешь чего нас своим займите на все спасибо за участие спасибо тебе алексей позвал за царский подарок из удовольствие которым мы еще встретимся ее зови мне понравилось все все друзья чего забирают до свидания ни хрена себе что с таким то есть его а он уже хранится уже не засохнет так нет но надо его разрезать или есть вакуумные вакуумные сделать частичку ну и придется все равно поделиться это такая фишка тебе придется в смысле поделиться с кем-нибудь потому что зависимости от того как есть но это опять же нужно есть сын а дольки а дольки резать я как-то не это не очень ну это прям а